Уважаемые господа, уважаемые зрители, мы рады начать нашу трансляцию «Дня открытых дверей» Института международных отношений и управления МГИМО. Это факультет МГИМО, который реализует бакалаврские программы по международным отношениям с полным циклом обучения на английском языке. Спасибо большое, что вы присоединились к нам сегодня, мы ценим ваше внимание. С нами сегодня и будет участвовать в нашем «Дне открытых дверей» проректор МГИМО по магистерским и международным программам Андрей Анатольевич Байков. И я сейчас предоставлю ему слово. Я только хотел сказать, что мы планируем завершить наше выступление, а всего мы планируем выступить четвером. После Андрея Анатольевича я скажу несколько слов о наших программах, затем выступит заместитель директора нашего института, и четвертым выступающим будет наш профессор, один из ведущих преподавателей Института международных отношений и управления и англоязычных программ ГИМО, профессор Кристофер Кортен. Вот после этого мы планируем дать вам возможность задавать вопросы. Ну, задавать вопросы вы можете уже и сейчас через чат в Zoom, если вы смотрите нас через Zoom, где мы, собственно, вот сейчас и находимся. Задавать вопросы можно также через чат трансляции на Фейсбуке. Нас можно смотреть на странице Facebook МГИМО, на странице англоязычной Facebook МГИМО, собственно, на странице Института международных отношений и управления МГИМО. Ну и, наконец, просто в YouTube на канале МГИМО, где тоже можно в реальном времени задавать нам вопросы. Мы следим за вашими вопросами, которые вы нам присылаете, и постараемся в конце нашей сессии на них ответить. Ну, вот еще раз спасибо за то, что к нам присоединились, и сейчас я бы хотел предоставить слово проректору МГИМО по магистерским международным программам Андрею Анатольевичу Байкову. Пожалуйста, Андрею Анатольевич, вам слово. Спасибо, Михаил Алексеевич. Добрый день, уважаемые гости нашей трансляции, уважаемые абитуриенты, будущие студенты, как мы надеемся, их родители. Я с удовольствием приветствую вас на этом виртуальном Дне открытых дверей. Как можно скорее хотелось бы, конечно, увидеть вас в личном, очень непосредственном контакте. Я думаю, что не за горами тот день, когда мы раскроем свои двери для вас здесь в аудиториях МГИМО, и вы увидите все непосредственно своими глазами. Но пока, пользуясь этой возможностью, хотели бы познакомить вас с деятельностью этого факультета, этого института, который существует в нашем университете 2017 года. За это время состоялось три выпуска, то есть три полноценные цикла программы, пройденные коллективом преподавателем МГИМО-администрации и в целом в рамках университета нашим сообществом. Я должен отметить прежде всего то обстоятельство, что этот институт является неотъемлемой интегральной частью всего семейства образовательных программ МГИМО. И в этом смысле, поступая сюда, вы получаете доступ ко всем тем возможностям, привилегиям, ресурсам, которыми в избытке располагает наш университет. Я бы хотел остановиться на нескольких основных аспектах, которые характеризуют качество этого института. Потом выступят коллеги, и, наверное, главное – это ответы на те вопросы, которые у вас появятся, поэтому, по возможности, буду краток. Я бы хотел отметить, что данный институт является продолжением традиции преподавания международно-политических и дипломатических специальностей, которые в нашем университете существуют с 1943 года. Более того, я бы даже сказал, что сама идея подготовки дипломатов-международников, специалистов в области внешней политики, международных связей, переговоров, зародилась до возникновения нашего института МГИМО как такового. Вы знаете, наверное, что факультет международных отношений был создан еще на базе Московского государственного университета, и год спустя был преобразован в отдельный институт. И с тех пор традиция преподавания международных отношений богатела, наполнялась новыми аспектами, новыми измерениями преподавания и методики этой специальности. Институт международных отношений и управления – это фактически преподавание международных отношений, но адаптированное на несколько иные, возможно, карьерные траектории, и таргетирующие другую аудиторию студентов, которые хотят получить свое образование в лучших традициях МГИМО, опираясь на ту школу, на богатство опыта, которое за это время накопило МГИМО, но на английском языке с тем, чтобы уже сразу после школьной скамьи быть более интегрированным в систему международного образования. Такая возможность у них появляется в этом институте благодаря тому, что образование ведется на английском языке. И это, конечно, дает определенные преимущества, поскольку английский язык практически сразу становится профессиональным инструментом общения для этих студентов, инструментом коммуникации по довольно сложным, специализированным темам. И в последующем, когда встанет вопрос о трудоустройстве, переходе в магистратуру или в аспирантуру, конечно, владение языком у выпускников этого института будет качественно иным, поскольку они в каждодневных дискуссиях, на семинарах и лекциях оттачивали свое мастерство, общаясь с преподавателями и друг с другом на английском языке. Поэтому это то важное конкурентное преимущество, которое нужно иметь в виду, делая выбор в пользу поступления в этот институт. Конечно, состав преподавателей этого института – это все те же преподаватели тех же кафедр, которые работают в нашем университете и обеспечивают реализацию образовательных программ на его факультетах. О качестве преподавателей в области международных отношений свидетельствует тот факт, что наш институт уже несколько лет подряд входит в первую сотню предметного рейтинга по политическим, науковым и международным отношениям. Главным критерием ранжирования вузов по этим областям знаний является, прежде всего, академическая репутация и научная продуктивность преподавателей. Поэтому сам этот факт уже говорит о том, что образование является чуть высококачественным и обеспечивается лучшими силами наших преподавателей. Кроме того, помимо преподавания на английском языке, мы даем возможность ощутить международность МГИМО и в других аспектах. В МГИМО очень много иностранных студентов и велик процент иностранных преподавателей. И сразу же, оказываясь в стенах университета на этой программе, наши студенты получают возможность адаптироваться к разным традициям, аргументации, культуре восприятия, к разным академическим ценностям. Эта возможность появляется благодаря тому, что студенческое братство и сообщество МГИМО живет очень дружно. И россияне и иностранные студенты, которые составляют до трети студентов нашего университета, и в аудитории, и вне аудитории, а вне учебной активности, составляют существенную часть нашего подхода к преподаванию наших дисциплин. Очень много клубов семантических, специализированных, секций в рамках научно-студенческого общества. Все это создает ту уникальную атмосферу, в которой международность проникает в каждого нашего студента дух терпимости, понимания интересов другого, стратегическая эмпатия, все то, что необходимо хорошему переговорщику и дипломату, все это развивается и культируется в студентах, как в аудитории, так и вне аудитории, благодаря тому, что есть доступ к иностранным преподавателям и к иностранным студентам. Сегодня в МГИМО иностранные студенты представляют более 70 стран, и, конечно, возможность завести такую обширную сеть знакомств, которые впоследствии в последующем студенты, конечно, поддерживают, будучи уже выпускниками. Это очень важное конкурентное преимущество в дальнейшем в жизни. Конечно, международность существует не только в МГИМО, она существует и вне МГИМО, и мы ее сейчас всячески поддерживаем. Это прежде всего наличие возможности прохождения международных стажировок. У МГИМО существует более 150 соглашений с ведущими университетами во всех частях мира. Наши студенты могут, начиная со второго курса, на конкурсной основе, демонстрируя хорошие академические результаты, участвовать в отборе, на стажировке в ведущих университетах, проводя там семестр, год. Возвращаясь обратно, они имеют возможность перезачесть практически все свои дисциплины, которые освоили там. Тем самым они имеют возможность интегрировать ту часть учебного плана, которую они освоили в вузе-партнере, в рамках своего приложения к диплому здесь в МГИМО и продемонстрировать это в последующем и в своем резюме, поступая в магистратуру или устраиваясь на работу. Так что такого рода единый интегрированный цикл обучения, включающий в себя компоненты включенного образования в вузах-партнерах, является отличительной особенностью нашего университета, которая характеризовала его очень давно, начиная с начала 90-х годов. Мы уже имели такого рода практику и традицию направлять студентов в вузы-партнеры для того, чтобы повышать свою квалификацию, развивать дополнительные универсальные компетенции, связанные с обучением за рубежом. Важный аспект, который всегда интересует родителей и будущих студентов, это вопрос трудоустройства. Конечно, в советские годы вопрос трудоустройства в МГИМО решался несколько иначе, чем сегодня, но и сейчас здесь выстроена довольно понятная и хорошо отлаженная система распределения студентов на практике. И надо сказать, что по нашей внутренней статистике более 75% студентов бакалавриата и магистратуры работают в тех организациях, учреждениях, где они проходили практику. Это достигается благодаря наличию обширной сети партнерств с государственными и частными организациями, которые имеют квоты для наших студентов, принимают их на практику и в последующем студенты в случае, если они себя хорошо зарекомендуют, имеют возможность трудоустройства в этих организациях. Как отметил Михаил Алексеевич, речь идет о бакалавриате, то есть о четырехлетнем цикле образования. Однако и после завершения бакалавриата наши студенты имеют возможность остаться в МГИМО и продолжить углублять свою специализацию по тому направлению, либо, так сказать, сдвинувшись в сторону, но находясь в рамках этой общей области международной политики и международных отношений, поступая в наши магистратуры. В МГИМО сегодня огромная линейка магистратур, самых разных направлений подготовки, но важно отметить, что и по направлению международное отношение существует несколько магистратур, где условия образования близки к условиям образования в Институте отношения и управления. Это образование на английском языке с возможностью получения второго диплома. Такие возможности достаточно велики. О них в последующем вы узнаете подробнее, когда будете этим интересоваться. Но могу сказать, что это классические программы двух дипломов, когда за два года обучения вы можете получить диплом ГИМО и диплом одного из вузов-лидеров в Европе, в США, в Азии, который позволит вам в последующем иметь конкурентные преимущества при устройстве на работу. Ну и завершая, хотел также отметить, что Института отношения и управления – это своего рода экспериментальная лаборатория по отработке очень важных, новых и перспективных методик обучения. Это интегрированные совместные курсы с ведущими зарубежными университетами. Я уверен, об этом подробнее скажет Михаил Алексеевич. Это постоянные модули приглашенных иностранных преподавателей. Это подключение к видеоконференциям и таким виртуальным лабораториям со студентами из других университетов, которые совместно выполняют таких мастерских, свои исследовательские проекты. И мне кажется, очень важно, завершая, подчеркнуть, что от руководства Института во многом зависит качество образования. И Институту очень повезло с его деканом, директор Института на отношения и управления Михаил Алексеевич Троицкий, один из наших ведущих международников, человек с хорошей, я бы даже сказал, безупречной академической репутацией, за рубежом имеющей блестящие фабликации, которые пользуются интересом у коллег, участник многочисленных консорциумов научных по разработке очень важных и интересных, прорывных, я бы даже сказал, тем в области современных международных исследований, это накладывает отпечаток на то, как сегодня реализуются курсы, как выстроен учебный план, это глубоко продуманная, четкая, ясная система, которая по своему содержанию и методикам реализации соответствует лучшим мировым выросцам, не случайно наш институт является давним и полноценным членом Международной Ассоциации профессиональных школ международных отношений, это клуб элитных, наиболее престижных факультетов международных отношений и Института международных отношений и управлений, представленный директором институтом Михаила Троицким, много лет участвует в его работе. Так что выбор пользы этого института видится мне для тех, кто желает получить образование в России, но на английском языке совершенно очевидным, естественным, и я надеюсь, что после сегодняшней встречи вы в нем дополнительно утвердитесь. Спасибо вам за внимание, Михаил Алексеевич, возвращаю вам микрофон. Спасибо большое, Андрей Анатольевич, за летную характеристику нашего института, ну, кредит доверия ко мне лично. Я же хотел бы, наверное, сейчас продемонстрировать вам небольшую презентацию о нашем институте, и, наверное, я начну ее с, ну, краткого разговора о том, почему вообще сегодня, на мой взгляд, чрезвычайно интересно, занимательно, увлекательно и перспективно изучать международные отношения, изучать их в НИКИМО, ну, и если вы хотите и можете, то делать это на английском языке. Ну, собственно, вот, пожалуй, три основных причины. Андрей Анатольевич уже, конечно, об этом рассказал. Я только скажу дополнительно, что вот мне всегда было в международных отношениях интересно, почему люди и почему группа людей, страны в целом вступают в конфликт, ну, и в крайнем случае, уже в самом крайнем случае воюют друг с другом, и почему они готовы на сотрудничество в каких-то определенных условиях, что это за условия такие, как их создать. Также, конечно, интересно, каким образом вот этот политический аспект, каким образом конфликт и сотрудничество в политической области влияет на экономическое развитие, как взаимодействие государств влияет на их экономическое развитие, каким образом можно помочь экономическому развитию своей страны, понятно, России, через международные отношения, наладив международные отношения нашей страны. Ну, и чрезвычайно занимательная сегодня тема, которой мы в нашем учебном плане, как опять же сказал уже Андрей Анатольевич, уделяем значительное внимание в сотрудничестве с зарубежными партнерами, это влияние новых технологий на международные отношения. Мы считаем, что здесь есть огромная перспектива, и не только исследований, но самое главное практики в этой области, в области совмещения ваших знаний в сфере технологий, будь то программирования, биотехнологии, технологии добычи полезных ископаемых, вот все это, этого с одной стороны и, собственно, международных отношений, посредничества в разрешении конфликтов, дипломатии, переговоров и так далее. Ну и, конечно, международные отношения сегодня дают потрясающие возможности для развития вашей карьеры по всем направлениям, ну, понятно, многим хочется путешествовать, это само собой разумеется, вы будете путешествовать и станете международниками, ну, понятно, не только международники и дипломаты путешествуют, вы будете также углубленно познавать другие культуры и взаимодействовать с ними, вот этого уже там я не уверен, что делают физики, биологи, математики, представители других специальностей, даже если они работают за границей, в этом будет ваша профессия. Ну и, конечно, важная часть вашей практической работы, где бы вы ни работали, от Министерства иностранных дел до банка, до международной организации, вот важная часть вашей работы, как международница, будет создание глобальной сети из коллег, друзей, профессионалов, так же, как вы, практикующих международное сотрудничество, и это мне всегда было интересно, и, в общем, я уверен, всем коллегам ему всегда было интересно, поэтому они выбрали вот такую стезю. Ну и, конечно, у вас будет множество возможностей изменить мир к лучшему, я уверен, что если вы абитуриент, если вы сегодня в школу и слушаете нас, вы думаете о том, что наверняка возможно, если захотеть изменить мир к лучшему, вот я тоже так думаю, хоть, конечно, ну, мои надежды и ожидания со временем снижаются, но, тем не менее, я до сих пор в этом уверен, и наши абитуриенты, те, кто к нам поступает, практически неизменно думают, что они смогут унести вклад в это изменение мира к лучшему, и мы в этом им стараемся помогать, и, в коем случае, не разочаровываем их в этом смысле. Ну и, конечно, вы можете реализовать в глобальном мире, обучаясь у нас, вы поймете, как этот глобальный мир поможет развить ваш творческий потенциал, ваш потенциал лидерства и предпринимательства. Ну, а теперь к более конкретным вопросам обучения ему, и, в особенности, на его англоязычных бакалаврских программах по международным отношениям. Ну, вообще, МГИМО, как уже сказал Андрей Анатольевич, это самый престижный, наверное, российский гуманитарный вуз. Это лидер российских, ну и, можно сказать, международных рейтингов. МГИМО уже несколько лет находится в ста ведущих вузах мира в области политологии и международных отношений. В 2019-2020 году он также подтверждал по версии рейтингового агентства QS оценку в пять звезд и вообще стал первым университетом, награжденным вот таким высшим знаком признанием по целому ряду аспектов образования, жизни студентов, трудоустройства студентов российским университетам. МГИМО однозначно находится в лидерах по уровню стартовых зарплат выпускников и, в общем, неизменно входит в тройку или пятерку российских университетов по общероссийским рейтингам. Ну и самое, наверное, главное – это вот то, что называется network, то, что называется течью контактов. Почему вот так много вчерашних школьников хотят поступить МГИМО, действительно, на протяжении 75 лет существование МГИМО так получалось, что вы со временем обнаруживали, что ваши однокурсники становятся, как и вы тоже, новыми международными лидерами, да, и что в вашей сети людей, которых вы знаете с молоду, которым вы доверяете, есть множество ведущих политиков, бизнесменов, ученых, журналистов, писателей и так далее. Ну вот несколько примеров наших выпускников – президент Азербайджана, президент Казахстана, министр иностранных дел Словакии, еще недавно председательствовавший организацию по безопасности сотрудничества в Европе, бывший генеральный директор ЮНЕСКО, ну и, конечно, российские политические, общественные деятели и предприниматели, министр иностранных дел Сергей Лавров, Алишер Усманов и многие другие. Ну и вот МГИМО, как также сказал Андрей Анатольевич, постоянно идет активная экспертная дискуссия, не только социальная жизнь, но и вот возможность у вас будет приобщиться к тому, как, собственно, делается российская мировая политика, встретиться с, опять же, теми же самыми лидерами политики, бизнеса, журналистики, науки из России и других стран. Вы, конечно, получаете международно признанный диплом и вот, опять же, как рассказал подробно Андрей Анатольевич, я не буду на этом сейчас останавливаться, вы имеете возможность принять участие в программах обмена, о стажировках, реализуемых совместно с ведущими мировыми университетами. Здесь всего лишь несколько логотипов, на самом деле, этих университетов десятки, с кем у МГИМО есть совместные программы, откуда к нам приезжают студенты, куда вы сможете поехать на стажировку и куда, самое главное, имея наше базовое образование, вы легко сможете поступить в магистратуру или в аспирантуру, окончив МГИМО. Ну вот один из примеров, это наш визит совсем недавних в Принстонский университет, с которым у нас развивается активная программа деловых игр, симуляции международных кризисов, обмена студентами и так далее. Ну, наверное, нет смысла рассказывать о том, какую жизнь интересную ведут наши студенты, как они путешествуют по России, за ее пределами. Давайте я расскажу вам теперь вот о нашем институте, чей день открытых дверей сегодня мы проводим. Значит, ну первое, что надо сказать, вся о нас информация на английском языке находится на сайте sga.mgimo.ru, который вы видите на вашем экране, нет, наверное, ничего, что я бы сказал сегодня и что вы бы не могли найти на нашем сайте. Но, тем не менее, я позволю себе остановиться кратко на некоторых важнейших аспектах наших образовательных программ, объяснив, почему, на мой взгляд, вам имеет смысл рассмотреть возможность учиться у нас. Значит, ну, у нас мы действительно были учреждены в 2013 году, провели три выпуска, и сейчас мы реализуем две основные программы. Вот главная наша программа, которая и работает с 2013 года, это коварская программа по направлению международных отношений, а называется сама программа международных отношений и управления, Government and International Affairs, вы четыре года учитесь в МГИМО на проспекте Вернадского, вас обучают лучшие, наиболее, можно так сказать, интернационализированные преподаватели МГИМО, многие из которых имеют степени магистра и доктора наук, полученные в ведущих мировых университетах, а также лучшие эксперты, как российские, так и иностранные, которые сегодня живут и работают в Москве. Я думаю, мы привлекли практически всех, кого было можно, кто хотел и кто умеет преподавать свои дисциплины, важные для нашего, конечно, учебного плана на английском языке. Это все преподаватели очень высокого уровня, которые уже отработали свои учебные курсы за почти 7 лет нашего существования. Мы в течение четырех лет учим вас в полном соответствии с традицией МГИМО иностранным, двум иностранным языком, языкам, значит, один язык начинается. Первый курс помимо английского, да, если ваш родной язык русский, у вас будет выбор помимо английского первого иностранного языка, который вы начнете учить первого курса и затем еще одного иностранного языка, который вы сможете начать учить со второго курса. Вообще, вот эта языковая подготовка, это визитная карточка, отличительная черта МГИМО. Ну, поскольку сегодня принято все выражать в материальных категориях, ну, важно, чтобы все понимали, насколько, в общем, дорого содержать такую престижную, стильную языковую школу. В мире, в принципе, нет других вузов, которые могут себе позволить содержать вот такую разнообразную и высоко квалифицированную когорту преподавателей иностранных языков, как МГИМО, и обучаясь у нас в нашем институте на английском языке, вы в полной мере сможете воспользоваться компетенциями наших преподавателей языковых и учить два иностранных языка, первым из которых вы овладеете в совершенстве, доведете до уровня C1, а второй вы доведете до уровня B2, то есть предшествующего C1 уровня. Вот, это наша основная бакалаврская программа, повторяю, которая существует уже семь лет, и куда мы приглашаем поступать как россиян, так и иностранцев, которые в средней школе учились на английском языке. Ну, в первую очередь это относится к выпускникам программ IB, A-Level, как в российских, так и иностранных средних школах. Ну, есть разные другие программы обучения в средних школах, дипломы которых признаются в России на английском языке. То есть, если вы россиянин или вы иностранец, мы приглашаем вас, и окончили среднюю школу на английском языке, например, по программе IB, A-Level, мы приглашаем вас поступить на нашу англоязычную программу международное отношение и управление, Government and International Affairs. И вот с 2018 года мы начали набор, мы открыли вторую программу, которая особенная, и которая, она особенно тем, что она проводится в сотрудничестве, в равноправном сотрудничестве с хорошим британским университетом, находящимся в городе Рейдинг, 40 минут на поезде от центра Лондона, так и называется, Рейдинский университет. Вот по завершению этой программы, вы получаете два бакалаврских диплома, диплом ГИМО полноценный, такой же, как вы получили на нашей первой программе, о которой я только что рассказал, или на любой другой образовательной программе МГИМО, и также диплом бакалавра политологии и международных отношений Рейдинского университета. Причем третий и четвертый курсы по этой программе вы учитесь в Рейдинском университете в Великобритании, он, понятно, организует вам визу, хорошие условия для обучения, ничем не хуже, чем ГИМО. На эту программу поступать мы приглашаем не только тех, кто в средней школе учился на английском языке, а вообще всех, например, россиян, получающих диплом школьный аттестат о среднем образовании, учившихся в российских средних школах на русском языке. Здесь вам потребуется ЕГЭ по русскому английскому истории, чтобы поступить на эту программу, и эта программа организована таким образом, чтобы мы могли подготовить вас по английскому языку. Конечно, от вас потребуется уже очень хороший начальный уровень знания языка, но мы берем на себя обязательство довести его до такого уровня не только в области разговора, но и в области академического письма, конечно, и вообще академической работы на английском языке до такого уровня, что вы сможете без проблем продолжить обучение на третьем курсе и четвертом в Великобритании в Рейдинском университете. Вот еще раз на программу двух дипломов ЕГЭ и Рейдинского университета мы приглашаем абсолютно всех, на каком бы языке вы ни учились в средней школе, на русском или на английском. Мы только от выпускников российских средних школ просим в соответствии с законодательством дать результаты трех ЕГЭ по русскому языку не менее 70, по английскому не менее 80, ну и по истории не менее 45. И вот, собственно, первая группа студентов, которая в этом году окончится второй курс, поедет уже с октября, ну при благоприятной, разумеется, обстановки, продолжать обучение в Рейдинском университете. Ну вот Рейдинг вообще ходит, можно сказать, во вторую сотню мировых университетов. По совокупности его программ, по некоторым программам он просто является мировым лидером, например, такой модной на сегодня программе, как сельскохозяйственное исследование, бизнес-школа Рейдинского университета, одна из лучших в Великобритании. Ну и вообще это место чрезвычайно приятное, располагающее к получению образования. Ну про эксклюзивную языковую подготовку у нас я уже рассказал и призываю вас воспользоваться теми возможностями, которые вам, исключительными возможностями, которые предоставляет НКИМО в области изучения двух иностранных языков. Ну еще раз, вот подробные условия поступления к нам вы можете прочитать или на наших страницах на русском языке или на нашем англоязычном сайте вот по этому адресу. Мы особенно, конечно, приглашаем на наши программы тех, кто в средней школе, как я говорил, учился на английском языке, то есть выпускников программы IDA и Level. Но если вы хотели бы получить два диплома, МГИМО и Рейдинского университета и два года провести, собственно, в Великобритании, а сейчас хорошо успеваете по русскому и английскому языку в российской средней школе, где вы учитесь на русском языке и получите российский ассистат в среднем образовании, мы приглашаем вас поступать на программу двух дипломов МГИМО и Рейдинга. И, кстати, подать заявку, как я понимаю, на поступление на эту программу вы можете уже сегодня через электронную систему, доступную в России, через портал госуслуги. Информация об этом есть на главной странице МГИМО на портале МГИМО. Так что вот сдавайте ЕГЭ, подавайте ваши документы онлайн и поступайте на программу двух дипломов МГИМО и Рейдинга. Если опять-таки у вас есть диплом IB или A-Level, вот прочитайте еще раз про наши программы на сайте. В случае возникновения любых вопросов пишите нам по электронной почте, мы вам быстро ответим. Вот внизу здесь на экране наш адрес электронной почты. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, следите за нашими новостями. Вот, наверное, все, что я хотел сейчас сказать. И я хотел бы сейчас передать слово Анастасии Михайловне Соломенцевой, которая является заместителем, моим заместителем, заместителем директора Института женных отношений и управления, отвечает за все аспекты работы нашего факультета, но и особенно высокие оценки получает ее работа со студентами. Студентам очень нравится работать с Анастасией Михайловной, с ее сотрудниками на нашем факультете. Ну и вот она вам расскажет о студенческой жизни нашего факультета и университета в целом. Пожалуйста. Можно демонстрацию экрана включать? Большое спасибо, Михаил Алексеевич. Добрый день, абитуриенты и их уважаемые родители. Я постараюсь рассказать о более неформальных вещах, которые определяют ваше личное ежедневное состояние, как физическое, так и психологическое, а также нервную систему ваших родителей. Прежде всего, пару слов о кампусе. Мы расположены на территории основного кампуса МГИМО на проспект Сверднадского, 76, и на территории кампуса есть все необходимое, что позволяет вам комфортно находиться здесь целый день. Занятия идут с 9 до 4, порой и до половины шестого. Именно поэтому ВУЗ – это не просто учебное заведение, где вы учитесь, а это целая экосистема. На территории ВУЗа находится все необходимое для комфортного пребывания. Большая трехэтажная столовая, огромное количество различных кафе, где вы можете позавтракать, пообедать, даже поужинать, выбрав именно то меню, которое соответствует вашим предпочтениям. Также на территории кампуса большой спортивный и здравительный спортцентр, вмещающий в себя не только закрытые, но и большое количество открытых площадок для занятий всеми возможными популярными видами спорта. В перерывах между парами или после пары устаможда можно спокойно позаниматься в большом читальном зале библиотеки, которая работает до самого позднего времени. На территории кампуса также расположено одно общежитие, в котором проживают преимущественно иностранцы, а также в МГИМО есть еще три общежития и в настоящий момент строится еще одно большое, пятое, которое, мы надеемся, будет не дано уже в следующем году. В целом кампус представляет собой закрытую территорию и постоянно находится под охраной и наблюдением. И безопасность и здоровье наших студентов, особенно сегодня, превыше всего. У МГИМО есть своя медицинская база, своя поликлиника для сотрудников и студентов. В частности, нагородние студенты могут получить медицинскую помощь прямо в университете, избежав от отруднений, которые могут возникнуть у них в других поликлиниках Москвы. И с момента поступления и весь дальнейший период обучения студенты находятся под контролем наших врачей, ставящих своей главной целью лечебно-профилактическую работу с студентами. Однако не стоит забывать, что университет – это не только учеба. В университете работает огромное количество различных студенческих клубов и объединений, организованных студентами различных факультетов и по множеству направлений. В частности, несколько наших студентов в разные годы запустили три клуба, действующие как на английском, так и на русском языках. Помимо научных объединений есть и различные культурные площадки, которые позволяют раскрыть свой творческий потенциал. Ведь вы не только учитесь, но и растете здесь. Вы каждый день и каждую минуту, и университет – это еще и школа жизни, и это и есть сама жизнь. Это постоянное новое знакомство, интересные встречи, это увлекательное общение, удивительное путешествие с дневной в четыре года, которое традиционно начинается каждый год с 1 сентября с выступлениями и министра странных дел Сергея Ваврова. Влеты, падения, победы и поражения, так и иначе встречающиеся на нашем пути, легче преодолевается, когда рядом настоящие наставники, верные и надежные друзья, которые остаются с нами на всю жизнь. И мы, как деканат, с вами с самого начала до конца этого увлекательного четырехлетнего путешествия. И со своей стороны стараемся сделать все возможное и от нас зависящее, чтобы вам было комфортно насучиться, проще интегрироваться в российскую действительность, особенно после долгого обучения и проживания за рубежом. А также, чтобы у вас остались самые светлые и добрые воспоминания об учебе МГИМО и на факультете СЧМ, МОИУ. Как ни крути, но мы все часть одной большой дружной семьи, семьи МГИМО, МГИМО Фэмили. Мы надеемся, что вы скоро станете частью этого большого коллектива. Спасибо. Спасибо большое, Анастасия Михайловна. Ну, мы продолжаем, и вот я сейчас посмотрел на вопросы, поступающие к нашим трансляциям, увидел, например, вопрос о том, а в теле преподавателей у нас носители языка, ну, очевидно, английского. Ну, ответ на него таков. Нет, конечно, не все наши преподаватели носители языка, но, честно говоря, я думаю, это и не нужно, потому что здесь самое главное, ну, язык, он имеет значение, и, конечно, среди преподавателей иностранного языка носителей этого языка гораздо больше, да, и они все исключительные профессионалы, они владеют языком не на уровне даже С1, то есть там свободного, не на уровне свободного профессионального владения, а на уровне С2, то есть владения фактически как родным. Вот, но среди преподавателей содержательных дисциплин, того, что называется дисциплиной профессии, у нас только те специалисты, которые доказали свой профессионализм, которые публикуются, выступают на английском языке, у которых есть опыт преподавания на английском языке. Здесь, ну, искренне говоря, акцент может не иметь большого значения, там, если вы приедете в хороший американский университет, вы увидите, что многие преподаватели там, которые, собственно, для которых английский не родной язык, говорят с акцентом, но это не проблема для этих лучших мировых университетов, к числу которых ему тоже относятся, потому что главное это вот, собственно, содержательная часть, это то, что преподаватель может сказать, как он это излагает и какова глубина, что или его подготовки, насколько глубоко он может погружаться в тему, которую преподает. Вот это самое главное, это то, что для меня, и я уверен, для всех участвующих сегодня было важно, когда мы учились в университете, мне было важно, насколько человек разбирается в своей теме, насколько он профессионален, и вот я гарантирую, что среди наших преподавателей нет тех, кто имеет лишь поверхностное представление о своей теме, кто ее никогда не исследовал, о ней ничего не публиковал, не выступал, не рассказывал в экспертном сообществе, в профессиональном сообществе. Но все-таки, чтобы вот сейчас мои слова получили какое-то подтверждение с первых уст, я хотел бы передать слово Кристоферу Кортону, который является профессором ГИМО, который работает с нами уже два года, и который имеет докторскую степень, получен в университете, профессор Кортон историк. Ну и профессор Кортон будет говорить по-английски и расскажет о вот всем, чем считает нужным, о том, как ему здесь работает, как он сюда попал, и какой уровень нашего преподавания с его точки зрения. Кристоферу Кортон, я перейду к вам, и по-английски. Хорошо. Город, всем. Я буду говорить в английском. И как и директор, я уже говорил, я приехал в Септембре в 2018, поэтому это мой второй год в департаменте и в университете. И я учусь в истории в первом году. Я учусь в academicе, как и directing the course, the program we have for the second years. И мы очень рады, чтобы у нас есть native speakers who teach at a very high level in this area to sort of help train the students, although most of the students have had some sort of academic experience earlier in writing in English. And then I also teach research methods in the fourth year, preparing students for their final year thesis, which then will allow them to graduate and move on to either a master's degree or a job. And I want to just talk about a few of the advantages from my perspective as a teacher in the department. What I see as experts, not only sort of intellectual experts, but a lot of the people we bring in to the IR community, and I think the other two speakers have mentioned this already, but we bring in people who have actual experience in this. And as for myself, I'm a historian and I'm actively writing, so it's not just writing based on theory, but we're putting into practice and the faculty as a whole puts into practice what they've either done or are currently doing. And I think this is a huge advantage for all of you who are interested in studying because you have people who are passionate and very knowledgeable about their subjects. I am, I don't know, I didn't hear everything the director said, but I'm from America. I studied in England. I was at Oxford and Cambridge. And so I have a little bit of a sort of a transatlantic experience and then had some experience or have some experience in Europe. But I can say that my experience in Moscow and especially at MDMO has been really, really, really positive. Students are very able. So if you come to our department, you're going to be challenged by very gifted students with very different perspectives because we have a large percentage, larger than I think most Russian universities, a relatively large percentage of foreign students that provide a different perspective in when we have discussions on common themes related to international relations in history. So I would really encourage you to check out our programs. I think they're very beneficial. They will challenge you. And we, of course, are here to answer any questions that you may have. So thank you, Михаил, for the floor. And I will pass it back to you. Okay, thank you very much, Chris, for your contribution. Well, thank you very much. Thank you very much. Well, with the выступления we finished. Thank you very much. несколько поступивших вопросов, ну вот один из них заключается в том, можно ли, ну или имеет ли смысл поступать на программу международных отношений и управления, 4-летнюю основную программу английского МГИМО, если вы учились вот в российской средней школе на русском языке. Ну, ответ здесь такой, в общем, наверное, не стоит. Здесь наша 4-летняя программа, которая, в общем, изначально была предназначена и остается предназначенный для тех, кто учился в средней школе на английском, требует абсолютно, не просто даже абсолютно свободного владения английским языком, но, главное, опыта обучения на английском языке. И, ну, представьте, если вы придете в такой университет, как МГИМО, и захотите в любой университет, в любой ведущий российский мировой университет, и будете учиться на вашем родном языке, ну, в данном случае на русском, то вы, в общем, ну, столкнетесь с определенными затруднениями, да, в ведущем университете программа очень интенсивная, нужно много читать, нужно много говорить, писать сразу с первого курса. И, в общем, если вы никогда не делали этого вот полностью в порядке полного погружения на английском языке, то, ну, вам будет очень сложно на программе Government International ATS, где, ну, в общем, большинство студентов составляют иностранцы, а остальные — это россияне, которые учились на английском языке, а из них большинство просто жили со своими родителями или сами за пределами России в англоязычной среде. Они очень хорошо приспособлены. Для многих из них, ну, для иностранцев это вообще невозможно, для многих из этих россиян было бы очень сложно учиться на русском языке, вот мы предоставляем им возможность учиться у нас на английском. Но все-таки, если вы окончили российскую среднюю школу, то, ну, вот эта программа, ну, я имею в виду российскую среднюю школу с российским аттестатом на русском языке, то это все-таки программа не совсем для вас. Для вас программа двух дипломов с Рейдинским университетом, которая построена немножко по-другому и где мы действительно дадим вам возможность довести ваши академические навыки английского языка, а все равно мы исходим из того, что вы уже владеете английским языком, ну, практически на уровне Т1, ну, может быть, в хорошем уровне Б2 после вашей российской средней школы. Ну, вот профессор Кортон и его коллеги помогут вам довести ваши академические английские, собственно, навыки учебы, подготовки аналитических истинных работ на английском языке до, ну, вот, практически до уровня, которым владеют ваши сверстники, обучающиеся в Англии, в Америке, в других университетах на английском языке. Вот такой ответ мой на вопрос относительно того, есть ли смысл поступать на программу зоны отношений и управления, четырехлетнюю англоязычную программу, если вы выпускник российской средней школы, учились там на русском языке. Значит, еще вопросы, вот, сразу я хотел дополнить наш рассказ о программе двух дипломов, куда вот мы призываем поступать выпускников российских средних школ. Ну, вот, Андрей Анатольевич сообщает, что в этом году в Рейдинге вообще просто открыли лондонское метро, то есть лондонская линия метро, там одна из которых, например, идет в аэропорт Хитроу, а там другая идет теперь до Рейдинга, то есть вы практически до университета или до Лондона из университета сможете ездить на метро за относительно небольшую плату, что очень важно. Это действительно с точки зрения геолокации важный тоже аргумент в пользу того, чтобы учиться в Рейдингском университете на третьем-четвертом курсах. Значит, спрашивают также, подразумевает ли вот эта программа двух дипломов с Рейдингским университетом, изучение двух иностранных языков. Да, и они оба изучаются, ну, значит, смысл в следующем. На этой программе вашим первым иностранным языком будет английский. Вот это важно как раз для тех самых учеников российских средних школ, которые к нам приходят. Вот вы будете изучать английский, вы будете учиться на английском, и одновременно английский будет вашим первым иностранным и главным иностранным языком в вашем дипломе. Но также с первого курса вы будете изучать и второй иностранный язык, и, в общем, за два года обучения в Москве, в МГИМО, вы выполните программу по второму языку, то есть фактически выведите его на уровень B2, и даже сдадите по нему заключительный экзамен по окончании второго курса перед тем, как вы поедете продолжать образование по этой программе в Рейдингский университет. Ну, а в Рейдинге при желании вы сможете дополнительно заниматься этим языком, того уровня, на котором вы будете находиться, то есть очень продвинутого. Но вот короткий ответ на ваш вопрос, да, на программе двух дипломов изучается два иностранных языка, первый из которых английский, а для второго есть выбор из нескольких языков. В первую очередь французского, немецкого, испанского, даже арабского, возможно, итальянского. Вот примерно такая ситуация на программе двух дипломов. Значит, с какими американскими университетами вы сотрудничаете в рамках программы обмена студентами? Очень большим количеством университетов, об этом, конечно, лучше мог бы сказать Андрей Анатольевич, но я знаю по тем иностранным стажерам, которые приезжают к нам и которые, собственно, участвуют в занятиях, ходят на дисциплины нашего, в учебную дисциплину нашего факультета, на занятия нашего факультета, по ним я знаю, что таких университетов очень много, но, может быть, Андрей Анатольевич расскажет про программы партнерства с американскими университетами. Да, конечно, спасибо, Михаил Алексеевич. Несколько ключевых партнеров, с которыми мы регулярно обмениваемся студентами. В Вашингтоне это американский университет и его школа внешней политики. Это университет Джорджи-Вашингтона и школа международных отношений имени Эллиота в рамках университета Джорджи-Вашингтона. Это школа перспективных международных исследований университета Джонса-Хопкинса в Вашингтоне, с которыми у нас также программа обмена. Это что касается столицы США. У нас регулярная программа обмена и более широкого структурированного сотрудничества с Флетчеровской школой права и дипломатии, с Джорджи-Таунским университетом. Я вот забыл упомянуть, если мы говорим про Вашингтон, с Принстонским университетом в рамках как раз институтных отношений и управления сложились сейчас отношения, которые позволяют говорить уже о системе обмена и даже, может быть, более глубоком сотрудничестве, связанном с совместным участием студентов в общих аналитических проектах и в симуляциях, о которых сказал Михаил Алексеевич. И еще один важный для нас партнер – это школа международных отношений имени Сэма Нана в рамках Технологического университета Стата Джорджии, с которыми также реализуются совместные видеокурсы программы сотрудничества. Если мы перейдем на уровень магистратуры, то у нас есть программа двух дипломов по международному отношению в области нераспространения ядерного оружия. Это Миддлберийский колледж, очень элитное учебное заведение, в рамках которого существует Институт международных исследований в Монтерее. Он так называется, поскольку раньше это было отдельное учебное заведение, сейчас оно является частью колледжа в Миддлбери. Вот, пожалуй, основные вузы, с которыми мы регулярно сотрудничаем в плане обмена совместных проектов и программ двойных дипломов. Спасибо. Спасибо, Андрей Анатольевич. Ну, это, разумеется, только в США. Про другие страны мы тут не рассказывали сейчас, поскольку нас спросили про американские вузы. Ну, и вот еще один вопрос. Его задает абитуриент, который заканчивает школу с дипломом IB и владеет им свободно, поскольку на нем учился. Есть ли у нас дальнейшие уроки английского, каков их уровень и как происходит обучение дополнительным языкам? Ну, по части английского, конечно, вот профессор Кортен, его коллеги, ну и вообще преподаватели английского, лучшие преподаватели английского МГИБО университета будут заниматься обучением, вашим обучением уже здесь, профессиональному английскому. Ну, я должен сказать, что, конечно, владеющие свободно английским выпускники программы IB, конечно, не представляют, какие есть горизонты улучшения их профессиональных навыков и устной речи, и, самое главное, письма, аналитического письма на английском языке. Ну, мне тоже когда-то казалось, что я после средней школы разных стажировок овладел английским уже настолько, что меня ничего не может впечатлить, и никто не может научить английскому лучшее, но я сильно заблуждался. И, конечно, высоко квалифицированные преподаватели мне это вскоре продемонстрировали, и в дальнейшем я пять лет учился английскому языку еще только в российском университете, о чем ни секунды не пожалел. Так что после программы IB, конечно, вас будут учить как носители языка, и не просто носители, а носители с учеными степенями из ведущих университетов мира, лондонского, локфордского и других, а также те преподаватели МГИМО, которые владеют английским на уровне носителя языка, и главное, которые являются профессионалами в области обучения языку профессии. Вот что самое главное. И, значит, а как происходит обучение дополнительным языкам? Ну, можно по-разному трактовать вопрос, но я думаю, речь идет о том, с какого уровня начинают наши студенты учить последующие иностранные языки, вот то, что мы называем первый и второй на программе международного отношения и управления первой и второй иностранные языки, ну, формируются группы по каждому из этих языков, ну, например, на первом курсе, начиная вот с первого же семестра, скажем, формируются группы, три группы французского языка, и они формируются в соответствии с вашим уровнем, если вы уже хорошо владеете французским языком, владеете на продвинутом уровне, вы попадаете в одну группу, если вы начинающий, вы попадаете в другую группу, и, наконец, если вы хотите начать учить французский с нуля, такой шанс для вас существует, вы займетесь изучением французского с нуля в третьей группе. Ну, также примерно организовано обучение немецкого и любому другому языку у нас, как первому иностранному, так и второму иностранному. Если вы хотите продолжить изучать тот язык, который вы, например, учили на программе IB, или который вы по каким-то причинам уже знаете на определенном уровне, то у вас такая возможность будет, поскольку группы наши создаются, мы создаем несколько групп по каждому языку, и эти группы создаются в зависимости от начального уровня владения вами этим языком. Ну, есть, конечно, языковая подготовка по русскому, и русские первым выбирают практически все иностранцы, обучающиеся у нас, которые приезжают пройти зачастую в первый раз, выбирают МГИМО, как свой вуз, приезжают к нам и начинают учить русский язык с нуля, ну и, собственно, вот доводят его до уровня B2 или C1 к концу периода обучения. Вот, наверное, такой ответ. Собственно, да, по поводу вступительных испытаний, также вот нас спрашивают, какие дополнительные испытания требуются при поступлении для абитуриента, обладателя диплома A-Level и с свободным английским, в какой форме они проходят. Значит, вот испытания, как я сказал, на программу двух дипломов, если вы россиянин и вы учились в российской средней школе, то мы вам предлагаем поступать на программу двух дипломов с Розенским университетом по ЕГЭ, подать документы, вы можете через центральную приемную комиссию МГИМО, сейчас это можете сделать онлайн, как я уже говорил. Значит, если вы обладатель диплома IB или A-Level и учились в средней школе на английском, то мы проводим для вас дистанционное тестирование по всемирной истории. Мы просим вас написать эссе за 48 примерно часов, проработать определенную тему самостоятельно, написать на нее достаточно, по этой теме достаточно короткое эссе и прислать нам. Ну и также мы проверяем ваш уровень английского в соответствии со стандартами МГИМО. Это второй тоже дистанционно проводимый тест. Мы все об этом подробно вам расскажем, когда вы пришлете нам ваши документы по списку. Значит, список документов, которые мы просим вам, нам прислать в виде сканов для обладателей, международных аттестатов, он находится на нашем сайте sgia.mgemo.ru. Я специально на нем не останавливался, мне кажется, это уже излишние детали. Все это вы быстро сами прочитаете на сайте. И собрать все документы ничего не стоит, там нет ничего экзотического. Заполнить фактически анкету и прислать мотивационное эссе, ну и адреса двух ваших потенциальных рекомендателей. Тестирование затем будет для вас проведено в дистанционной форме. И, кстати, мы проводим его по мере поступления заявок. Вот сейчас, в этом году у нас особенно высокий конкурс. Мы уже, в общем, пригласили к вычислению довольно много абитуриентов, приславших полные заявки, выполнивших наши дистанционные задания и изъявивших желание у нас учиться. Так что не теряйте время, если вы хотите учиться у нас, присылайте нам ваши документы. Ну а выпускники средних школ, которые учились на русском языке, пожалуйста, поступайте на программу двух дипломов по ЕГЭ и по процессу поступления проконсультируем вас, как мы в любой момент, так и центральная приемная комиссия МГИМО. Зайдите на сайт abiturien.mgimo.ru и вы получите об этом всю информацию. Да, ну, наконец, дедлайны предоставления документов. Это хороший вопрос. Ну, следите за объявлениями на сайте МГИМО относительно приемной кампании в российские вузы в текущем году. Как я понимаю, эти дедлайны еще окончательно не определены, потому что окончательно не определены даты единого государственного экзамена. Но дедлайны для подачи документов на нашу четырехлетнюю программу, ну, они примерно такие же традиционно. Это 15 июля. Мы рассчитываем к 15 июля уже заполнить нашу бакалаврскую программу по направлению международного отношения, вот международное отношение управления. Значит, ну, ориентируйтесь на 15 июля как крайний срок подачи документов. Последний раунд дистанционного тестирования по этой программе мы проведем в конце июля. Вот, ну и, собственно, мы рассчитываем начать этот учебный год в более-менее обычном порядке с сентября. Возможно, какие-то аспекты, какие-то части нашей программы будут преподаваться дистанционно, лекции в больших группах, возможно, будут проводиться дистанционно. Следите за объявлениями, но в любом случае вы можете смело подавать документы, поступать в ГИМО и на наш факультет в этом году. И мы, естественно, найдем возможность в эти первые месяцы, как бы ни складывалась ситуация, предоставлять вам образовательные услуги, ну а вскоре в любом случае полностью перейти на очное обучение. Какой конкурс был в этом году на программу международных отношений и управления? Ну, в этом году я не знаю, но я думаю, он будет в районе трех человек на место. В прошлом и позапрошлом годах около двух человек на место у нас был конкурс. Так что, в общем, надо постараться, выполняя дистанционные задания. Значит, что в ГИМО с китайским? Ну, в ГИМО с китайским все хорошо, есть большая кафедра, предлагающая китайский язык в качестве первого иностранного, но на нашем факультете мы китайский уже два года не предлагаем, понимая, что для тех студентов, для которых русский язык является родным и которые учатся на английском, изучать еще китайский слишком тяжело. Вот у них был, ну, для них это были очень тяжелые времена, и, в общем, мы решили, что, наверное, не стоит подвергать наших студентов англоязычному баклариату таким испытаниям, но если вы хотите учиться в ГИМО и обучаться китайскому языку в качестве иностранного, то поступайте на программы, основные программы ГИМО с преподаванием на русском языке, например, на факультете международных отношений, там китайский для вас доступен в качестве первого иностранного. Довузовская подготовка УМГИМО есть, и, конечно, посмотрите информацию об этом на сайте, есть полноценный факультет Довузовской подготовки, куда мы вас тоже приглашаем, ну, там вас будут готовить к поступлению на программы, основные программы УМГИМО с преподаванием на русском языке. Известны ли заранее темы по всемирной истории? Нет, заранее они неизвестны, в этом и смысл. Мы вам сообщим примерные темы для этого домашнего задания, но, собственно, вашу непосредственную тему вам пришлем вот в момент, когда начнется отсчет времени. Вы, конечно, заранее знать ее не будете. В этом смысл мы хотим проверить вашу способность проработать, даже если вы ничего или почти ничего по этой теме не знали, в школе ей не занимались, вот немножко поднять эту тему в научном, в аналитическом плане и написать в довольно легком жанре, но логично и последовательно текст по этой теме на английском языке. Что может быть расценено как преимущество при поступлении? Ну, баллы в вашем дипломе ID, конечно, могут сыграть роль. Мы не дискриминируем по признаку предметов, набора предметов в вашем дипломе IB. Если у вас есть диплом IB или A-level, какие бы ни были у вас там предметы, мы готовы вас рассматривать в качестве абитуриентов и допустить вас к конкурсу. Ну, повторяю, вот на нашей программе международное отношение управления, четырехлетней программе, мы ожидаем тех, кто уже имеет хороший опыт обучения на английском языке в средней школе. Иначе, я боюсь вам, ну, будет очень-очень сложно и вообще не будет иметь смысла учиться на этой программе. Есть ли какие-то еще вопросы? Похоже, что нет. И, наверное, пришло время нам заканчивать наш виртуальный день открытых дверей. Еще раз, тут международных отношений управления ждет ваших заявок. У нас есть электронный адрес BAC at in.mgimo.ru у нас есть, у нас есть, я давайте еще раз покажу этот слайд, у нас есть сайт SGA Mgimo.ru есть страница нашего факультета на сайте Mgimo на русском языке. Если вам или вашим родителям особенно удобнее читать о нас по-русски, пожалуйста, зайдите туда. Все наши новости и текущие, и прошлые, прошедшие, вы можете прочитать на сайте, на наших Facebook страницах и на сайте тоже. На сайте, кстати, призываем вас прочитать интервью с нашими выпускниками. Если вы думаете о том, где вы сможете работать, в каком качестве вы найдете себе применение после нашей программы, вы можете прочитать уже около 10 интервью наших реальных выпускников, где они рассказывают, в том числе, чем они занялись после окончания англоязычного бакалавриата Mgimo по международным отношениям. Ну, наверное, на этом я буду завершать. Спасибо, Андрей Анатольевич, Анастасия Михайловна, профессор Кортон. И пишите нам, если у вас есть вопросы, присылайте ваши заявки. Мы очень вас ждем и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok